Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Главное, что они сделают. Можно я сейчас, Аня, с вами встречу, посажу? Десять минут на кальчик. Да, десять минут на кальчик. Так, Нюся, а тебе надо разобраться вот с этим дараколом, как он работает. Вы уже доделали машину? Вы готовы? Нам уже это наводили, можно сказать. Вот вам книжка, держите. Вот вам фломастик. Тут на этой книжке, на некоторых страницах, мы что-то сами уже написали, а на другие страницы оставили пустыми для вас специально. А мне нужны минутные колеса. А, не нужны? Вот. И, соответственно, вы можете взять туда, написать, что хотите. Или приклеить. Знаете, у нас что еще здесь сейчас? Я вам раскрою тайну, которую я не раскрывала в другом участии. Да, у нас тут прямо рядом с вами. О, держит такая... Сейчас я и всем раскрою постепенно эту тайну. У нас есть такая бумажка, она клеящаяся на самом деле. На ней можно что-нибудь нарисовать фломастик. Потом вырезать ножницы, потом приклейте в эту книжку на чистую страницу. Получится наклейка. Будет очень здорово. Точно знаю, мы пробовали это уже на многих мастер-классах. Держите. Спасибо. Еще одну даем на каждого участника. Спасибо. А ты расскажешь нам для кино, что это такое? Это поезд такой. Ну, наконец-то поезд. Правда, он летает почему? Да. Летающий поезд. А как тебя зовут? Ева. Ой, ну, красивая. Молодец, Ева. Куда мы полетим на проекте? Кино. Кино. Правильно. Ева у нас сегодня, вот, прям, самый правильный городской участник. Мы на поезде летим в кино. Все, как положено. А у вас что же, Маша? Скажите. Как вас зовут? Давай. Маша. Очень приятно. Сейчас я говорю. Давайте, Маша, вы нам скажите, хотя бы, она летает, ездит или ходит. Я вот вижу, у нее ноги полетают. Супер. Вообще, мне очень нравится, что вы за основу взяли пудрик. Куда полетим? Ну, бог с ним, Маша, я не могу вас мучить. Мне бы как-то... Вот такие грибочки. Так, Некатерина, что это? У вас получилось? Как минимум, такая лавка, на которой продаются угощения. Ну, так получилось. Ой, как здорово. То есть, это у нас тоже городская машина, правильно? Вот, а салют же еще такие тележки с кугору. Это такая пряная лавка. Мам, мне такие нужны тоже, такие палочки. Пожалуйста, я тебе еще дам. И я тебе сейчас дам. Очень хорошо. И это что здесь? Сладости в вашей лавке продаются? Угощения, так все. Вот такое лавки. Прямо, лавки на колесико. Да. Да, так. Можно? У меня, как ты? И надо... Можно у вас какие-то? Пожалуйста, у меня лавочка. Спасибо. Я сейчас смотрю. Помните. Как тебе поможет это? Смотрите, вот эта книжка, она называется «Зим». Это сейчас очень модно во всем мире. Синяя. Такая книжка, которую человек может сделать сам. И... Но здесь половину книжки сделали мы. Вот. Но оставили пустые странички для вас. И вы сюда можете или вписать, или вырисовать, или вклить. Что-нибудь про городской танцы? Ну, да. Ну, да. Я хочу зарисовать. Ну, не пробуя. Я так подумала. Нет, ну вы можете придумать что-нибудь другое. Может, это какие-то маршку. Мы там не зарисовали. А, не Мостов. А, название города. Вот. Как-то так. Да, это выставка, которая проходит здесь на ВДНК. Давай, снова вырисовать. Ой, конечно. В Великоле и Карелия. Мам, смотрите, как такие картины. Это какие-то папочки, Катя? Вот. Ой, как хорошо. Правильно. Мам, привет. Машины слепили. Человек космического. Я не верю, делай. Мам, я не знаю, а я делаю. У меня улитка на колесах. У нее вот тут ротико, вот тут глаз. Так. И куда эта улитка едет? А? На огород покушать. На огород покушать? Какая правильная улитка. А что же она любит кушать? Кукушку и морковку. Да, я тоже люблю. А ты любишь? Значит, мы вместе с улиткой поедем на огород? А как ты думаешь, в городе бывают огороды? Нет, только в деревне. А знаешь, в городе Нью-Йорке, например, там уже стали делать огороды прямо посреди города. Потому что говорят, что же мы, городские жители, хуже улиток, что ли? Нам что, нельзя поесть морковку и капусту? Тимоха, ты расскажи, откуда это делать. На крышах домов это. Давай, расскажи. Расскажи, откуда ты? Расскажи, откуда ты? Я. Я в Белой Холлице. Да. Это какая область? Кировская. Да, мы с Вятки. Так мы наши местные, Вятские. Да, мы улитки. И строим, в отличие от городских, да? Городские строят транспортом и улиток, да? Я слышу знакомый говор, да. Я не сразу услышала, но тоже услышала. Вот Женя у нас в Вятки, но и я тоже чуть-чуть. Понятно. А правильно, Белая Холлица, это же Чинская область, да? Да. У-ху-ху. У меня где-то уколы. Тимоха, ты про этого-то расскажешь по-своему? Да. Давай, рассказывай пока, дядя, поснимай. У меня вот лодка, и она вот ездит. Дядя, расскажи. У нее вот... Она вот так перевлекается, и ребенок за ними, и это у нее три моторчика. И они... Это очень быстрая лодка. Говори, дядя, спасибо. 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 Так, папа, помочь. Я же знала, что это не... Я тоже не умею. Это город будущего. Тебе что-нибудь видно? Летающая тарелка, которая генерирует энергию, скапливает ее вот здесь, по принципу, у катушки Тесла. Здесь город прошлого, ну или настоящего. С такими смешными автобусами. Что тут еще есть? Петербург. Есть котобус. Я там петербург. Петербург. Котобус. Да, люди перемещаются в коте. И, конечно же, олимпийский мишка, и в его шариках люди путешествуют. Что там нет? Матар, у нас все же чем-то. А ты ешь, что-то не ешь. Все, спасибо. Спасибо. А, Анечка, молодец. Так, рассказывай, что же Амфранска покупает? Я сделала тарелку, которая называется «Тартоход». Это как кафе на колесах. Вроде автобус, только если ты на него садишься, там это такой ресторан, в котором можно перекусить. За то, что доехать до нужной станции. Как ресторан? Я прослушала. А давай в ресторан «Тартоход», на который заодно можно поесть и доехать до нужной станции. Правильно. Я поддерживаю твою идею. Этот городской транспорт мне очень нравится. Так, смотри, а вторая стадия у нас теперь книжка. Книжка, да. Вот на тебе книжки. Теперь надо найти какие-нибудь фломастеры. Сейчас тебе дам. Здесь некоторые страницы мы уже сами написали, а в другие ты дорисуй то, что... Если вкусно, то он раскрывает свои маленькие крылья. Это веселый велосипед. Вот только лодку в будущем будут дарить на каждый день рождения. Вот эта идея просто гениальная. Что за идея? Это специальный велосипед, который дарит на день рождения. На каждой будущем. Дом вверх дном. Это будет город такой даже. Город, который приезжает на космоходе. Класс! Браво! Хлопаем сверху. И вы, друзья, в доме вверх дном всем дарить велосипед на день рождения. Я подписываю. Мне понравилось. Так, мы будем твой летающий ресторан упаковывать. Возьмешь его с собой домой? И сегодня у нас был мастер-класс про транспорт в СССР. Что мы выяснили на этом мастер-классе? Что никто не помнит, что такое СССР. И про транспорт тоже никто ничего не помнит. Все хотят только куда-то лететь в межгалактическом пространстве. И на самом деле это очень утешительное знание, должна я вам сказать. Но одна хорошая идея была придумана. Девочка Аня придумала, что в будущем будет специальный городской транспорт в подарочный велосипед. Его будут дарить на каждый день рождения всем. По-моему, это гениально. Все.